Этот камерой в нос будешь тыкать, как бородачу. Завтра, знаешь, когда нос такой увеличивает, нос такой у него. Бродач. Александр Родионович. Ну, сегодняшнюю тренировку мы начали с легкой разминочки, как обычно. Пробежались по стадиончику, подтянули мышцы немножечко, чтобы не было травм и микротравм. Провели беговую взрывную разминку. Небольшие отрылочки по 30 метров с различными упражнениями в начале. Ну, а сейчас, когда уже более-менее подразмялись, перейдем, наверное, к подготовительной ударной технике с резиной. Все их хорошо знают. Ну, каждый делает по-своему. И сегодня я покажу, как это делаю я. Крепим резину примерно на уровне... Кому удобнее, конечно, на уровне плеча. Но мне в силу роста пониже удобнее крепить. Отходим в сторону. И начинаем с боковых ударов. Наносим аккуратно. Доворачивая руку. Ну, основная идея, это, естественно, чтобы наработать механику движения именно спиной, тазом и начинать движение с ноги, чтобы импульс чувствовать, в какой момент мы докручиваем и таз, и стопы наши работают правильно, переводя вес тела с ноги на ногу. И в другую сторону тоже самое. С прямых ударов подготовочка. Также стараемся продеть через подмышку, чтобы она снизу протекали, шел вверх. По диагонали наверх шел удар. С подмышкой также становимся в стоечку. Работаем отсюда. Если кому-то покажется, что легко, ну, увеличите темп и сделайте полшага вперед, и сразу жизнь покажется веселее. И опять же, так же, как и в предыдущем упражнении, стараемся соблюдать правила бойцовской стойки. Руки, чтобы были на месте, заряжая правую ногу, стараемся правильно переносить ее с тела и докручивать таз спиной за счет передвижения именно скручивания ноги, скручивания таза одновременно. Самое важное, это опять же, чтобы следить за руками, чтобы не уходили руки никуда, чтобы все было в стойке, все правильно. Поменяем ручку. Встаем в стоечку, строго и работаем. Особенность удара передней рукой, наверное, отличается в том, что в правосторонней стойке многим приходится делать подшаг, именно, чтобы попасть в человека на отходе. Когда вы ему кидаете один джеб, он начинает прятиться и приходится догонять вторым. Поэтому стараться надо отрабатывать и такие ситуации, когда ты кидаешь джеб и тут подшагиваешь, вторым движением догоняешь. Сейчас поделаем немножко одно из моих любимых упражнений. Это удар, подготовка к удару коленом. Тоже в такой разминочной форме. Это не то, что прям отработка удара, а просто подготовительные упражнения разминочные. Значит, проводим так же, чуть отходим, чтобы напряжение было. Так же со стоечки строго стараемся выносить бедро вперед. Делаем по самочувствию, по мере того, как мышцы разогреваются и, скажем так, появляется легкое ощущение забитости в мышцах, что дает мне, скажем так, сигнал, чтобы приступать можно было к активной фазе тренировки. Ну, и опять же, это все про разминочную, подготовительную. То есть стараемся, стараемся делать одной и второй ногой. Ну, не больше, я думаю, 10 раз на каждую, но менять надо раза по 3-4, чтобы полностью прогреть хорошо бедро и таз, все связки, особенно паховые мышцы, которые очень чувствительны к микротравмам. Желательно, конечно, если есть партнер или спаргинг-партнер, кто именно с лапами или перчатки держит, то, конечно, в идеале, чтобы человек стоял впереди, держал ногами хотя бы солнечного сплетения лапы, чтобы можно было ориентироваться в живот соперника. Продолжаем то же движение, только в другой стойке, другой ногой. Также стараемся выносить таз, вперед посылать. Не стараться к себе тянуть колено и бить под себя, а стараться вперед его выносить. Очень важно работать при этом на скручивании и прикрывать чуть-чуть себя руками на случай того, если соперник вас будет бить рукой на встречу. Конечно, в идеале надо ставить спаргинг-партнера, который будет накидывать руку. На встречу. Ну, сейчас сделаем такое классическое самбийское владящее упражнение. Называется посечка. Исполняется так же оно, вешается резинка пониже, вдоль пола. Стопа должна касаться чуть-чуть, скажем так, пола. В данном случае травы. Естественно, в идеале это упражнение делается в куртке, это чисто, потому как самбийское выводится, движение руками. И подсекается нога. И делается на движение так же вперед и назад. Но мы сейчас разбираем классический вариант передвижения в сторону. То есть, стараемся человека поймать на шагах, когда он ногу отрывает и подставляет ко второй. Самое главное, это самому не завалиться и не падать впереди своего соперника. Надо стоять ровно, стараться стоять ровно. Очень хорошо эту упражнение развивает именно внутренние мышцы бедра, которые в борьбе вообще незаменимы при болевых всех, при всех практически таких приемов именно в партере. Они самые основные, чтобы сжать либо руку, либо ногу. еще раз покажу. Поменяли и так же двигаемся. Можно делать так же с места на количество раз. Сейчас натравить чуть-чуть растягиваю. Придняя поверхность, задняя поверхность. Резиновое покрытие позволяет именно обязательно потихонечку растягивать без жесткого сопротивления, чтобы мышцы после разогрева потихонечку растягивались, расслаблялись. Особенно после физических тренировок именно со штангой на следующий день мышцы подзажатые. заднюю поверхность. Давай. меняем. ощущение легкого такого напряжения и стараться вот момент именно расслабить мышцу чтобы она при ослаблении чуть-чуть до растягивалась болевое ощущение просто если ты можешь чем под зажать переборщить с растяжкой у каждого болевый порог индивидуальный по-разному скажу что с утра растяжка не самая лучшая тонус мышцах конечно после сна не самый высокий скручиваем обязательно после наклона вперед складки выгнать в обратную сторону на противоходе мышцы потянуть тоже плечи самые такие чувствительные места на верхней части самый болезненный также растягиваться плечи грудную грудную мышцу ну шею качать на газоне не буду как-то вот так я надеюсь кто-то подчеркнет для себя что-то новое из сегодняшней разминки утренна тренировка у нас такая больше в формате зарядки подписывайтесь на канал blood and sweat будем стараться делать чаще видео с моими тренировками всем привет удачи и поменьше травм сегодня я покажу вам бросок мельницы с коленей и мне будет ассистирует тренер школы единоборств патриот дмитрий шерлин ваш оппонент взял захват я огружаю рабочую руку а 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 Продолжение следует...